друзья всем привет поспела яблочная брага вот такой бочке поставленная там даже не яблочный сок там был жмых разбавленной водой и добавлено 7 килограмм сахара если помните снял я снимаю я с осадка эту бочку значит шоферским методом раздвинув верхнюю шапку да из мякоти я через шланг слил вот прозрачную вот такую жидкость идем и фильтруем оставшийся осадок в другую такую же емкость так делаю я это на улице потому что мероприятие грязное проливается все по сторонам брызгается общем короче говоря на улице значит вот у нас там не видите такой осадок я беру черпалку такую в виде ковшика набираю и через дурфлаг выливаю в бочку вот если слышите на свет фильтрация по звуку дальше я как делал ранее не делаю то есть я раньше брал ложку и перемешивал содержимое вот в этом дуршлаге ложкой а из-за этого у меня много мякоти было вот попадала в эту бочку сейчас я просто вот так фильтрую через дурфлаг и вот такие манипуляции проделываю перемещаю вот эту вот мякоть чтобы максимально слить сок вот таким вот макаром общем довольно таки длительное время я так предполагаю мне предстоит все вот это дело профильтровать сейчас мы будем перегонять сами яблочную брагу на спирт сырец и для этого нам понадобится медь для связывания сероводорода который содержится фруктовых зерновых брагах и вот сейчас мы в эту емкость опускаем такую вот кассету из медных трубок моего изготовления для первичной перегонки яблочной браги значит мы погрузили эту кассету в емкость и сейчас я попытаюсь одной рукой открыть нет не получится секунду открыл ножницами и вот сюда мы засыпаем лимонную кислоту все оставляем на ну я думаю 20 минут достаточно будет но может быть 30 посмотрим как мы управимся другими делами оставляем эти трубки вот видите они уже посветлели даже да сейчас произойдет химическая реакция они почистятся у нас и мы будем использовать в нашем перегонном кубе так друзья вот мы поставили наш куб на разгон на 2 киловатта на максимальную мощность плитку спрашивали какую я использую я использую плитку kitford 102 модель максимальная мощность 2 киловатта значит время выключения 4 часа то есть через четыре часа на автоматически выключается говорят что есть на два часа очень удобно на четыре тоже не особо но это лучше чем 2 я гоню фруктовые то есть плодовые ягодные браги и зерновые с использованием меди медь использую и при первичной перегонки на спиртсорец и при дробной 2 перегонки но уметь нам вы знаете позволяет связывать сернистые соединения которые в конечном продукты нам не нужны вот сахарные браги я гоню без меди там нет этих соединений поэтому смысла никакого не имеет там единственно что нужно поаккуратнее с дрожжами драть дрожжи нужно оставлять бродильной емкости не заливать в куб тогда все будет нормально так сейчас вы смотрите вот этот картридж мой мы его сюда вот сейчас вставляем подвешиваю я его вот так за термометр и он у меня вот болтается и у довольно таки большая плоскость соприкосновения меди даст парами поднимающимися и в принципе результат неплохой а уже когда дробная идет дистилляция я использую насадку патчи панченкова медную вот так выглядит дополнительный картридж внутри я ставлю еще один-второй диоптер чтобы он сюда уместился и цепляется он вот за этот датчик так собрали охлаждение я использую основной холодильник и дефлегматор плюсом вот что побыстрее все было здесь вот сейчас мой кранчик откроем отрегулируем воду и погнали как говорится все продолжаем при перегонке спирта сердца я отбираю первые капли первые 150 200 миллилитров аль в отдельную емкость как бы жесткий головы по правилам при перегонке спирта сердца этого не требуется не требуется фракционного отбора но я перестраховываюсь это же вот эти легком кипящие фракции отбираю как только пошла струйка я убавляю нагрев до 1000 что по 800 даже сделаем сейчас я я посмотрю как будет бежать мы сейчас постараемся по капельно сделать так холодильники у нас холодные все нормально струйка вот такая даже можно уменьшить я думаю потому что вода чуть теплая ладно сейчас понаблюдаю настрою так вот пошла капли опять видите все отбираем 200 миллилитров и переставляем отбор в эту банку так друзья уже два часа почти в общем нет у меня уже мочи ждать сейчас вот эту банку доберется температура в кубе почти 99 и я выключу хватит уже не буду до 100 гнать короче говоря в общем пойду спать все следующий этап это дробная дистилляция но это будет уже после того как я перегоню еще несколько ямкостей сейчас покажу вот три бочки у нас белых на перегонку в синий стоит на сидр будет а это все будет гнаться на кальвадос вот еще эти три бочки перегоню и буду потом дробно делать так друзья вот вторая дробная перегонка нам предстоит значит пригоняем из перцерез из яблочной браги делать будем вот так для того чтобы сильно не укрепить наш продукт и оставить какую-то ароматику яблочную я буду использовать исключительно вот этот узел отбора так смотрите вот эти вот два пыжа возле отбора мы меняем на медные рпн ки значит так оставляем получается один нержавеющий и вот сюда в диоптеры я покажу потом я вставляю вот такую мочалку тоже с такой медной проволокой чтобы она в распору сюда вставала так вот смотрите мы вставили значит сюда два пыжа рпн медный и вот я показываю такая портянка у меня есть из меди да и вот такая проволока я наматывал проволоку медную и что я делаю мне нужно вот сюда вставить вот такой картридж получается да в диоптер я беру вот эти вот стержни до из проволоки и наматываю не плотно чтобы создать объем вот такую вот колбасу сворачиваю так вот так короче говоря мы скрутили не сюда так вот мы засовываем вот плотно держится это все хозяйство у нас и вот этим переходом я еще получается поджимаю вот эти вот стержни до из проволоки и все и он принципе там этот картридж у нас получается держится видите он занимает все пространство вот этого 2 диоптера и тем самым площадь соприкосновения паров поднимающихся с медью мы тем самым увеличиваем ну плюс еще вот здесь получается у нас два медных пыжа и один из нержавейки я думаю что укрепление будет не сильно большое да и какая-то ароматика у нас хранится но будем еще регулировать этим мини дефлегматором этот процесс я как бы в теории это вроде бы понимаю как должно быть практике у меня маловато так что если у вас есть какие-то советы рекомендации может быть я что-то в корне делаю неверно вы пишите подскажите начинающим извините начинающим оператор пошел ребенка укладывать поэтому я вам расскажу сейчас вкратце вот такая конфигурация у нас получилось значит здесь медь здесь рпн к медные две штуки рпн к нержавейка все дальше значит прямоток мини дефлегматор поворот и основной холодильник охлаждение я подключил так таким вот образом раздельная я всегда делаю охлаждение нами не дефлегматор и отдельное охлаждение на основной холодильник на узел отбора я не ставлю том что только голову отбираю в принципе я не вижу смысла не знаю правильно это или нет не охлаждение не подключая при дистилляции не сказала что в кубе у нас 20 литров 20 градусного спирта сорца из яблочной браги косячу как обычно включил нагрев куба и пошел чай пить чай пить и ужинать короче говоря и вот я в гараж вышел и пахнет таким яблочком в общем профукал и охлаждение не включил и часть паров вышла в гараж и узнать такой приятный запах стоит как вот лена делала как цукаты грушевые по моему яблочные вот так же пахнет очень такая ароматика прикольная ну все короче начал я сейчас на себя колонна поработает минут 15-20 и будем голову отбирать мини дефлегматор сейчас все флегму возвращает обратно в куб при температуре 800 при мощности плитки 800 при 1000 начинает пропускать в основной холодильник так отбираем головы температура в кубе температура в районе узла отбора и за мини дефлегматором вот такая значит скорость отбора голов капля в секунду вообще по поводу правильности отбора голов через узел отбора ректификационной при дистилляции споры ходят короче говоря до сих пор если вы имеете на этот счет свою точку зрения напишите в комментариях не знаю правильно ли это я использую это приспособление или нет возможно ли вообще его использование при дистилляции выстраиваются ли наши фракции в такой короткой колонии это вопрос философский наверное уже отобрали голов запасом в районе 500 миллилитров там 480 где-то получилось сейчас значит мы отбираем тело такая температура в кубе в колонии 77 9 наверху 78 на уровне узла отбора вот значит плитку на нагрев поставили 1400 ватт так значит вода воду в дефлегматоре не менял напор да вот он такой расход воды идет и вода в холодильнике можно уменьшить но я оставлю так скорость отбора у нас вот такая вот стройка почему-то прерывающиеся не знаю вот то она идет то прерывается вот значит температура стабильно в принципе плюс-минус одна десятка туда-сюда плавает вот здесь вот вот сейчас 77 9 так хвосты я по-быстрому от отберу на оборотный спирт не буду ничего там разделять вот такие легкие а самые жесткие солью в канализацию я не заморачиваюсь хвостами вот столько времени я думаю что нам недолго осталось отберем вот 2 400 там по-быстрому хвостики и все на этом и дальше уже там будем разбавлять и смотреть что у нас получилось друзья ну давайте подведем какой-то итог всех наших мероприятий смотрите значит с 65 литров но там не 65 там где-то в районе 55-60 литров готовой браги было бочка была 65 литров мы с вами получили какое-то количество фильтрованной браги относительно чистой я не записал к сожалению какой какое количество от этого количества мы с вами получили 20 литров спирта сырца 20 процентного значит и после 2 дробной перегонки мы с вами получили 2 литра 600 миллилитров готового дистиллята крепостью крепость получилось у меня 90 процентов то есть конечно в идеале было бы 88 но 88 не получилось как я не колдовала с дефлегматором в общем крепость получилось 90 хотя для сохранения органолептики качественный хороший приятный нужно 88 не более ну ладно в общем то в принципе органолептика то она присутствует в данном напитке значит что я хочу сказать по поводу остальной браги до которую вы видели в моих им костях я не стал ее перегонять я оставил все в виде сидра в общем то результат не понравился как какой получился у меня после брожения я посчитал что уже имея на выходе вот всего лишь грубо два с половиной литра ну пускай давайте в готовом виде это будет где-то 5 5 500 5 500 литров с 65 литровой бочки я посчитал что это конечно кощунство по отношению к напитку и оставил в виде сидра сидр мне этот перегнать никогда не поздно в любой момент я могу достать его из подвала если мне если меня появится такая необходимость я его перегоню но в принципе его и так наши гости знакомые употребляют в виде сидра поэтому не вижу необходимости выводы какие я значит сделал для себя настаивать и перегонять брагу на мизге да как я делал то есть мезгу разводил водой добавлял там какое-то количество сахара но по большому счету и неправильно по технологии и не имеет смысла как вы видите по выходу выход очень маленький в общем если кальвадосом завара заморачиваться надо делать это как делают французы да то есть это яблочный сок обязательно по моему даже без мякоти но кто-то с мякотью кто-то без мякоти вот ставят значит брагу тогда есть смысл и напиток я так полагаю будет несколько другого качества более высокого что касается данного продукта вот принципе все что осталось было в районе пяти пяти с половиной литров осталось два с половиной я даже не успел настоять ни на чем никуда залить ну не бочку имею ввиду а в банку там с дубовой щепой так далее все ушло в белом виде как говорится значит в принципе напиток всем понравился но я более критично отношусь к своей работе так скажем мне не все нравится скажу откровенно но нет пердежа нету запаха сероводорода да мы с помощью меди от него избавлю избавились абсолютно вот есть запах яблоко я не пил кальвадос сразу скажу мне чем сравнить к сожалению вот но запах яблоко есть да довольно таки насыщенно сырье явно определяется в этом напитке но скажу вам что параллельно есть запах примеси каких-то но по всей видимости сивушных в общем мне это заметно скажу откровенно то есть я не доволен на сто процентов результатом но первый блин я первый раз делаю кальвадос поэтому на будущее учту я уже знаю какие мероприятия необходимо провести чтобы улучшить вкус этого продукта спасибо каналам тематическим на ю тубе вот буду делать может быть тройную перегонку касаемо вот этих вот фруктовых брак используя метод габриэля да но в общем я знаю в принципе уже как мне уменьшить ненужные вот эти примеси видеть всеушных масел неприятных не ароматическая составляющую да вот этого напитка но об этом позже вот что как бы двоякое впечатление вроде бы вас немного фильтровать сидеть эту брагу да потом муторно все это дело именно в на выходе получить 5 литров готового продукта конечно не айс скажем откровенно вот но ничего значит следующем году буду делать уже на соки попробую учту свои ошибки как бы и думаю что нибудь у нас получится так на вкус на вкус напиток питки приятный ощущается сырье из которого он изготовлен люди но не замечает никаких проблем с этим напитком но я повторюсь все-таки думаю что могло быть лучше вот я не сказал я почистил углем углем почистил потому что вот это примеси ушная какая-то я не знаю какая конкретно она выпирала после угля она уже так чуть-чуть там на заднем плане я ее ощущаю сейчас в планах у меня для сравнения сделать на яблоках мацерацию мацерат хочу сделать у меня есть сейчас качественный ректификат об этом будет ролик я значит сделал апгрейд своего оборудования вот и доволен как слон качеством своего ректификата сейчас на данный момент и я хочу на основе его сделать мацерат мацерат это настойка на яблоках которая потом перегоняется уже в готовый продукт 40 градусный но может быть запишу об этом отдельно так что следите за нашими выпусками касаемо алкогольной темы на эту спасибо за внимание всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки комментируйте это видео я уже просил у вас каких-то советов в плане винокурения кто имеет больший опыт чем я так что мне приятно будет услышать ваше мнение обо всем происходящем ну всем пока но по сарам